Здравствуйте! Я приветствую всех из весенней Варшавы, но Варшавы вы сейчас не увидите. Зато потом я вам покажу комнату, в которой я живу, на этот раз приехав в Варшаву. А сейчас просто немножечко хочу рассказать о том, что я здесь увидела, что я услышала. Уже больше, наверное, недели я прожила в Варшаве. И хочу немножечко поделиться с вами и своими впечатлениями, и рассказать, заодно ответить на вопрос про то, как мне удается путешествовать, почему все это складывается и так далее. Так вот, прежде всего, значит, мне тут стоит вопрос о том, с какой целью вы путешествуете, да? Так вот, значит, для чего люди путешествуют? Причин у всех очень много, причины все очень разные. Вот одна из причин, по которой путешествую я, например, это мне очень интересно, как живут люди, как протекает жизнь, и прежде всего, на постсоветском пространстве, да, вот так скажем. То есть те страны, которые были раньше республиками Советского Союза, те страны, которые входили в социалистический лагерь, которые мы изучали в школе, которые я близко знаю, потому что, ну, так сложилась судьба, что вот я училась в советской школе в Румынии при нашем посольстве, и у нас там учились все вот эти вот страны, бывшие социализма, дети. У меня было очень много там друзей, и вот, например, сейчас я приехала в Польшу к человеку, с которым мы когда-то учились в одном классе, который за эти годы стал достаточно успешным, например, бизнесменом в Варшаве, вот, и в том числе у него есть и какой-то строительный бизнес, скажем так. Вот, и вместо того, чтобы поселиться в каком-то отеле или апартаменте, я попросила, чтобы мне специально нашли такой хостел, в котором живут люди, в основном с Украины, къезжающие сюда на заработок. Вот не только потому, что это самый дешевый вариант, скажем, да, но и потому, что мне действительно было посмотреть на всю эту жизнь изнутри. Сейчас вы, может быть, даже слышите, как ребята отдыхают в свой единственный выходной день, причем он далеко не от всех существует. Значит, за эту неделю, то есть вот в этом месте проживает около 20 человек очень разного возраста, с очень разных мест Украины, приехавшие сюда на заработки, вынужденных как-то, да, помогать своим семьям, устраивать свою жизнь и так далее. Мне вот говорят, что как раз завтра на Украине очередные выборы, и им там сейчас очень активно рассказывают про то, как у них все красиво вокруг них оказывается. Но те люди, которые вот здесь вот, я еще раз повторяю, очень разных возрастов, от ребят там, начиная с 18 лет и кончая абсолютно взрослыми мужчинами, и даже дедушками, которые вот оказываются здесь, ищут любую абсолютно работу. И надо сказать, я с радостью замечаю, как расцвела Польша, какие достижения в экономическом развитии, которые очень отразились на уровне жизни людей, ну, в смысле, коренных поляков, да. Вот. И с грустью отмечаю, что, например, Украина вынуждена поголовно и все более-более массово приезжать сюда. Вот. Я сняла несколько видео, интервью с ними, рассказ, совершенно правдивые рассказы о том, в каких условиях они живут, в каких условиях они работают. Вот эти видео вы можете посмотреть на моем YouTube-канале, который мы туда, естественно, будем выкладывать постепенно. Вот. Значит, и когда вот мне пишут о том, что откуда ты берешь деньги, да, на свои поездки, на свои путешествия, то, понимаете, вот сейчас я вам покажу, в каких условиях я здесь живу и какие условия для меня, например, совершенно нормальны и приемлемы, потому что я не ищу каких-то там роскошеств, да, для себя. Мне абсолютно не нужны особенно такие отели, где все включено и где какая-то нереальная жизнь, какая-то вот эта сказка, да. И действительно, ведь большинство людей может эту сказку купить за очень большие деньги на очень короткое время. Я предпочитаю жить обычной такой жизнью повседневной, зато я много могу чего видеть, много могу чего наблюдать. Вот, например, этот раз я даже ходила больше по каким-то таким районам, где живут люди, районы очень различные, застройки очень различные, там, начиная от послевоенного периода, да, и заканчиваю уже современными этими стеклянными, архитектурными какими-то сооружениями, просто потрясающими. Ну, мне даже кажется, они как-то так давят, вот лично у меня они очень давят все эти чудеса современной архитектуры. Вот, единственное, я только вчера сходила в старый город и планирую вот сегодня опять, значит, там погулять, посмотреть. И я просто наблюдала вот за той реальной жизнью, которая течет вокруг меня. Поэтому у меня накопилось очень много впечатлений, которые, конечно, я буду еще анализировать. Вот, кстати говоря, до этого я провела, может быть, не все знают, некоторое время в Беларуси, в Минске. И вот так же выходили с сыном вместе по Минску, смотрели. Великолепно, совершенно впечатление произвел этот город. Это город, который действительно, по-моему, создан для того, чтобы там жили люди. Чтобы им было удобно, чтобы им было комфортно, чтобы они получали как можно меньше стресса, находясь вот в этом пространстве. Я даже выдвинула идею, хорошо бы заключить такой договор с Беларусью, чтобы москвичей посылать туда на реабилитацию на некоторое время в Минск. И вот, например, даже приехав в Варшаву, вы знаете, вот я хожу, и у меня такое впечатление, что что-то много мусора, много грязи. Почему Беларуси удается в абсолютно идеальном состоянии содержать города? Причем я проехала на автобусе в Польшу половину Беларуси, и везде вот такая вот идеальная чистота, что просто приятно. Причем чистота такая, знаете, не показная, не вот доводящая до состояния, что ты находишься в какой-то нереальной картинке, а именно просто очень все душевно, очень тепло и очень хорошо. Так вот, значит, поэтому еще нужно сказать и такой момент, что, предположим, снять на некоторое время комнату в прекрасной совершенно квартире города Минска, которая расположена недалеко от центра, очень удобно добираться до центра и смотреть там все, какие-то достопримечательности. Это гораздо дешевле, чем прожить и покупать там качественные, прекрасные белорусские продукты в магазинах, баловать себя всякими там десертами, сладостями и так далее. Это гораздо дешевле, чем прожить ту же неделю в Москве. Если мы посчитаем там оплату за коммунальные услуги, которые вот где-то на эту неделю выпадают и так далее, это гораздо дешевле. И надо сказать, что именно в Беларуси я восстановила свой ЖКТ, который у меня моментально просто вышел из нормального состояния в Москве, вот, и обострилась все болезни ЖКТ, каких у меня даже никогда не было, ведь все обострились. А в Беларуси все это моментально прошло. Так вот, сейчас я вам покажу комнатку мою, да, чтобы вы себе представляли. И я просто это говорю потому, что если человек вполне устраивает вот такие условия, так он может путешествовать по всему миру, что, собственно говоря, и делают. Вот, например, к нам служат в гостевой дом, приезжают, извините, и были, скажем, там известные на весь мир американские фотографы, итальские, какие-то режиссеры итальянских документальных фильмов и так далее. И их абсолютно устраивают вот такие условия, которые мы предоставляем. Но почему-то наши люди, приезжая в наш дом, в Суздаль, начинают сразу возлюблять какие-то претензии, то у них запах не тот, то ковер не того цвета, то зачем икону повесили, я как бы человек неверующий, мне это неприятно, то еще что-то такое. В общем, ну, удивительные вещи. В Европе люди привыкли, и вот я сейчас разговариваю с поляками, которые содержат тоже какие-то, ну, такие квартиры под сдачу на международных сайтах, они просто удивляются, когда я им рассказываю про вот эти все проблемы наших людей, да, вот наших путешествующих там людей и так далее. Потому что, как правило, с их точки зрения, если человек едет путешествовать, он понимает, что он не может получить вот какого-то идеального комфорта за небольшие деньги. И, собственно говоря, цель-то его посмотреть, да, посмотреть те достопримечательности, и, предположим, если люди приезжают что-то снимать, какие-то объекты для своей профессиональной деятельности, то, в общем, вот. Вот. Ну, хорошо, сейчас я переключаюсь и приведу вам маленькую экскурсию по комнате, в которой я живу. Значит, ну, вот такой у нее размер. Вот, значит, это такая передвижная вешалочка, да, на которой висит моя одежда. Вот. Значит, здесь стоит такая двухэтажная железная кровать, очень удобные матрасы. Кстати говоря, великолепные, мне очень понравилось, я вообще не использую подушки, я вам даже покажу, она такая громадная, я сначала даже как-то, сначала даже как-то это, ее испугалась, но на ней очень удобно лежать, даже с моей спиной, там какой-то такой синтепон. Вот. Белье хорошее, качественное такое. Значит, здесь, что, мне даже поставили гладильную доску, выдали утюг и сушку. Дали фен, но, собственно, я этим как-то не пользуюсь, гладить мне нечего. У меня такие вещи, которые я в очень небольшом количестве беру с собой, ну, вот специально все предусмотрено, да, чтобы не мялось. Вот что меня радует, так это большое количество розеток. Я сразу все потыкала, все, что только было можно. Вот видите, стоит, значит, два, как бы, отопительных прибора, которые можно включать, выключать и устанавливать то, то, ну, здесь температура не указывается, да, но можно просто регулировать там от 1 до 6, себя нагревать. Вот, значит, дальше у меня есть два креслица. Поскольку люди знали, что ко мне будут приходить на интервью, что я много работаю там в интернете, вот такой вот столик журнальный, на котором у меня здесь все. И косметика моя какая-то. Это, кстати говоря, вот мед, который у меня угостили мальчики с Украины, со своей пасеки один привез, у меня осталось немножечко. Вот. А это, конечно, совершенно обалденные польские десерты. Это ужасная вещь, потому что все время хочется. Это вот яблочный какой-то пирожок. Вот, значит, подоконники я стала использовать тоже как полочки. Очень удобно. И, кстати, окна еще удобно. Видите, нижняя часть стекла мотирована, да, то есть меня не видно. И солнечный свет, он не так раздражает, потому что здесь яркое солнце, когда светит. А верхняя часть вот такая, где видно. Вот. Еще у меня есть очень удобная лампочка, которая дает такой приятный свет по вечерам. У-у-у. Мне даже выдали что-то, по-моему, то ли это пылесос, то ли это пламык какая-то. Я даже не знаю, как ее осваивать. Тут приходит девочка убираться раз в неделю, и я ее прошу, она моет мне пол. Мне тут вполне достаточно. Еще у меня есть персональное зеркало. Вот. Значит, а, часы даже есть. Значит, места общего пользования здесь действительно общего пользования. Душ и два туалета. И, в общем, вполне нормально. Кухня тоже общая. Я это все подробно в видео своих показываю. Вот. Там, значит, есть, ну, минимальный какой-то набор посуды для... Сейчас переключу. Маси, да. Минимальный набор посуды для того, чтобы приготовить, попить чай. Вот, кстати говоря, я оттуда взяла вот две чашечки. Просто помыла их сама. И ложку как следует. Знаю, что для себя любимой буду использовать. И все хорошо. У нас притекает очень интересное ежедневное общение с ребятами с Украины. Здесь живут только одни мальчики. И, кстати, очень интересно. Я была просто потрясена, когда мне там сказали. Значит, что вот в таких хостелах, причем ориентированных не только на рабочих ребят, приезжающих, да, там на заработки, но и ориентированных на туристов, которые ищут, ну, какие-то более дешевые места для проживания. Во всей Европе принято так, что вот в таких хостелах есть комнаты, например, мужские, есть комнаты женские, а есть комнаты смешанные, где могут проживать либо семейные пары, либо люди, которые, ну, в неких отношениях находятся, или вообще люди, которым это интересно. Вот представьте себе, да, вот такой момент. Ну, правда, туда я на экскурсию еще не ходила. Я надеюсь, что это на следующий раз останется у меня. Вот такая, ну, как сказать, задача, да, определенная. Вот сходить и посмотреть, как действительно в таких комнатах поговорить с людьми. Вот мне даже интересно, что это за тип людей, которым вот такой. Ну, говорят, что для Европы это вполне нормально, естественно. Вот. Значит, ну, в принципе, все так, если кратко, наверное, вот на два таких вопроса, которые мне задавали, я ответила и комнату свою показала. Еще раз говорю, что видео по Варшаве, по нетуристическим улицам, по тем местам, в которых живут сами жители Варшавы и Кремития, которые приехали сюда по каким-то причинам, да, те места, где люди кушают, и где, кстати говоря, покушать можно очень дешево и очень вкусно. Так что у меня даже вот люди бизнес-класса, которые вот неожиданно просто посещают со мной эти места, они удивляются, говорят, Оля, как ты это находишь, мы сами этого не знали, и что это очень вкусно, очень быстро, потому что это, ну, как бы самообслуживание, да. И, кстати говоря, это настоящая польская кухня. Я вот специально это спрашивала, то есть вот опять-таки вопрос, когда мы приезжаем куда-то, то, естественно, нам хочется, наверное, попробовать и национальную кухню, национальную специфику там и так далее. И, естественно, что в туристических местах нам предлагают какие-то супер-допер-рестораны, вот эти традиционные блюда национальной кухни по очень дорогим ценам. Меня всегда еще раздражает то, что там приходится очень долго сидеть и ждать, когда все это приготовят, когда тебе это принесут и так далее. Вот. А вот в таких вот местах, где действительно можно реально очень дешево и очень правильную национальную виду попробовать, вы всегда можете найти их, просто надо искать, и явно не на туристических улицах. Вот я подготовлю специальное видео, в котором рассказывается про одно из таких мест, значит, ну вот в Польше они называются типа кухня, то если кухня, то тогда ты понимаешь, что это будет быстро, это будет дешево и, в общем-то, как правило, качественно, потому что конкуренция очень большая. Так что смотрите это на моем YouTube-канале, кому это будет интересно. И еще один такой момент, кстати, вот особенности Польши, что здесь очень большие порции в этих заведениях едальных, да, они настолько громадные, что просто, и если тебе хочется и того, и того, и того попробовать, да, и при том еще существует риск, что ты купишь это блюдо, оно может тебе не понравится, вот я там выкладывала в постах своих, да, когда, например, там предлагают тебе гуречный суп, или, скажем, русские пироги в Польше, которые вообще настолько интересные, они ничего русского не имеют, я вот никак не могу добиться, почему поляки считают, что русские пироги – это вареники с картофелем и творогом в перемешку, почему они давно называются русские пироги, я не знаю, вот. А вот в этих кухнях вы можете положить себе ровно столько, сколько вы съедите, да, это все вешивается, и, соответственно, вы оплачиваете, если небольшое что-то какое-то, если вам понравилось, вы можете потом больше, и так далее. Ну все, дорогие мои, я с вами на этом прощаюсь, скоро я вылетаю в Софию, и потом в свою родную варну, вот. А какие там путешествия меня уже ждут, и куда я буду отправляться, следите, смотрите и путешествуйте вместе со мной. Субтитры сделал DimaTorzok